Аверс Скорее посрамил, очень плохой результат Можно жаловаться на сетку Несколько неудобных соперников В твиттере я писал, что Покажу как играет ТВП мех Но к сожалению У меня ТВП толком то и не было Проиграл Ваня 2-0 А дальше БО-1 Просто очень неудачный сет С Энигмой И как бы турнир окончен К сожалению, очень печально Но как есть Некоторые жалуются на Сетку БО-1 В лозерах Ты тоже как-то не очень позитивна Ну да, то есть сама система Посева была очень рандомна Посеяли просто с помощью Гудгейма С их ММРом не учитывался там рейтинг Какие-то достижения По факту это просто рандомный набор Игроков, которые посеяли тоже по факту рандомно И плюс сам формат Что лозера БО-1 Это очень сильно твои шансы уменьшает Потому что я не представляю Как, допустим, зеркалки играть там Процессом Ну терроном еще ладно Процессом или зергом Там с Белдом угадал, ты выиграл Ну то есть очень обидно Можно отлететь в БО-1 Действительно Почти от любого соперника Поэтому такой формат Когда ты должен пять или шесть матчей подряд Выиграть в БО-1 Чтобы пройти финал лозеров Это ну очень тяжелая задача Поэтому там просто сейчас происходит мясорубка И выживет самый удачливый Везучий Ты ехал сюда с какими надеждами? Просто хорошо сыграть Я надеялся в топ-4 войти То есть задача минимум была Я с ней абсолютно не справился Ну такое бывает Старкрафту чуть не повезло с сеткой Дальше БО-1 лозера Где там маленькая ошибка Привела к поражению Очень обидному И все У тебя нет другого шанса Ты не можешь отыграться Это не БО-5 Ты не можешь пересмотреть там билд соперника И поменять что-то И отыграть следующие три карты в сухую К сожалению ты просто выбываешь И слезами на глазах Смотришь как играют другие Все Тут мне рассказывали про твои эмоции После поражения Что ты здесь рвал и металл Ну да Я очень такой вспыльчивый игрок Это мне скорее всегда в минус было Там иногда лишние фразы говорил Там на ладере или еще где-то К сожалению я не знаю Я не могу с этим как-то бороться Я в жизни несколько другой человек Ну В Старкрафте я просто не умею проигрывать То есть Я всегда стараюсь играть на победу Там ладер или еще какой матч Не важно Всегда играю на победу Если я проигрываю То очень часто меня это злит Просто скорее на самого себя Там на какие-то другие нюансы Ну да Я не всегда могу сдерживать гнев От поражения К сожалению Давай вернемся немного назад Ты брал паузу в Старкрафте Работал Как успехи Почему ты вернулся Ну Нельзя сказать что я вернулся Я как бы вот К примеру Когда я летел в Польшу на АЕМ В феврале этого же года Я позиционировал себя скорее как профессионал Который много тренируется Там я впереди Будущее светлое Скоро буду тащить Сейчас такого нет Я просто играю В свое удовольствие Я не трачу на это очень много времени У меня если есть возможность поехать на турнир Я поеду Ну И плюс Ко всему к тому То есть возможно я еще вернусь На более высокий уровень игры Буду там ездить на турниры Но это далеко не факт Там как получится в целом Да И все А то что как сказалось Поработал Было неплохо Все Ну то есть какие-то новые эмоции Впечатления получил А так сейчас просто поигрываю Являясь как полупрофессионалом Любителем И который может там Выигрывать какие-то деньги На СНГ турнирах Ну почему бы и нет Ты ездил заработать в Европу Да Как тебе Праздниться между Европой Украиной Блин ну это Совершенно другой уровень жизни Другой менталитет людей Отношение вообще к этой жизни Восприятие всего окружающего Окружающих тебя людей Там ценности совершенно другие Это действительно был Интересный опыт Который много чего принес Мог Теперь могу смотреть На некоторые вещи Несколько иначе Там что-то для себя открыл Узнал Это Что именно? Блин ну в целом То как люди Не привыкли Допустим В той Германии Где я жил Не привыкли думать о том Как там прокормить семью Или еще что-то У них это в основном Само по себе получается Там люди Пытаются духовно развиваться Искать себя Там даже если это У некоторых уходит до 60 лет Там Некоторые пожилые люди Они по-прежнему ищут себя Они просто там Странники В этом бренном мире Там Не особо запариваются Насчет чего-то там Как хулиганы можно сказать А у нас там уже в лет 20 Тебе уже говорят А степенисты Взрослые Надо зарабатывать Семья, дети А там такого понятия нет Там ты всегда молод Как-то Всегда ребенок Но при этом очень уважительно Друг к другим Вообще К окружающим тебя Людям Это самое наверное Такое что Удивило Наверное Сейчас Я зарабатываю там Некоторыми другими вещами Плюс Старкрафт у меня получается Сейчас Я после Москвы Переезжаю в другой город В город Где живет сейчас КАС Тернополь На пару месяцев Для как раз таки Попробовать Потренироваться Перед ВЭСГом Потому что будет стартовать ВЭСГ И я думаю Меня очень сильно отвлекает Тоже Одесса Ну не работаю Больше гуляю Уделяю времени Какой-то ерунде Или другим вещам А там буду сосредоточен именно на деле И даже если у меня не получится Там пройти Потому что сейчас Украинская сцена очень сильная То я не сильно расстроюсь Но я по крайней мере Не буду жалеть Что я не попытался То есть Что Не прошел ничего Но я для этого что-то сделал Я действительно попытался И Это хорошо Допустим Я сейчас буду заниматься Тем чем занимаюсь Увижу этот ВЭСГ Там Увижу что пройдет там Hellraiser тот же Хоть и буду за него рад И пойму что меня там нет Я наверное Все-таки буду жалеть со временем Поэтому Такое решение принял Ты поедешь туда один Или кто-то еще будет с вами Вот именно из Кибиспортсменов Ты касс? Не, я туда сам просто Снимаю квартиру Вот Я возвращаюсь в Одессу 12-го числа И 13-го уже Собираю вещи И 14-го уже буду в Тернополе Сам просто снимаю квартиру Ставлю стол Как раз там ничего не отвлекает Город такой тихий Более располагающий к работе Какое-то отсутствие суеты Не смогу уделить себя Ну, уделить время Именно игре Чтобы я там сидел Именно как Как раньше бывало Там по 40-50 игр в день Отыгрывал И в течение месяца Набрал какую-то форму И какой-то набор новых билдов Для себя разработал Которыми можно побеждать Потому что Ты не предлагал еще Кому-то присоединиться И аренда будет Подешевле И прогресс Возможно Побыстрее будет идти В команде Ну, блин Прогресс может быть Но это тоже Достаточно специфический Я никогда не тренировался Там с кем-то другим Я даже кастомы не катал Никогда ни с кем В основном Там процентов 99 Моих игр Я просто играл ладдер И мне, правда И посоветовать это особо Никто ничего не может Потому что я мех играю И не все даже понимают Как это работает в ТВП И мне То есть я сам себе учитель Сам себе наставник Сам себе тренер Потому что Мало кто может подойти И сказать А ты вот в ТВП Мог там сделать в этом матчапе Вот так-то вот так-то А ТВЗ сейчас Как играть мех Толком никто не знает ТВТ Там общие вещи какие-то есть Да, это было бы прикольно Поиграть на буткемпе Но прям заниматься этой целой организацией И там Предложением людей собирать Я не настроен Поэтому сам одиночка Как бы штурмует Тернополь Ты там будешь сколько Еще раз? Два месяца? Ну я буду там точно До ВСГ украинского Это 24 декабря То есть Ну два месяца да То есть после Нового года Если что Если мне там что-то не понравится Или я передумаю Я вернусь в Одессу А так Пока два месяца Буду в Тернополе Где-то там С соседом Кассо Если вдруг Сейчас кто-то посмотрит И захочет Присоединиться Возможно Минат или кто-то еще Как ты к этому Отнесешься? Ну без проблем Если реально Вот мне напишет Кто-то с энтузиазмом Скажет там Аверс Да, давайте там Соберемся Вот еще там Есть один человек Давайте снимем квартиру Да даже если в другом городе Там Киев или еще что-то Я скорее поддержу Если я поверю Что эта инициатива есть А не так что типа Ну мы вроде не против Ты там Аверс найди квартиру Там все договорись Все сделай Билеты нам забронируй И я как бы заплачу И я поеду Вот в таком плане Меня не сильно устраивает А если человек сам будет хотеть И для этого что-то делать Да, я думаю, я поддержу Я помню, что доверять Аверс Покупку билетов Это плохая идея По опыту Ну да Был прецедент Конечно Не люблю это вспоминать Но да Когда мы просто не взяли Ни те билеты Ни на ту дату Как твоя команда Относится к твоей поездке Она как-то помогала Может как-то часть оплатила Да Iron Chain Команда Ну то есть это лучшая команда Где я состоял Потому что мне оплатили Полностью перелет Там все То если какие-то Ну то есть нет стабильной зарплаты Ну то что я как бы и не играю Прямо особо сильно Но если есть какая-то нужда Я могу написать Скажу Ну мне нужны деньги Можете выслать Как бы я что-то вам КВ выигрываю Они скажут да То есть уже было прецеденты А сейчас без проблем Я просто спросил Вот в Москве будет турнир Можете отправить Они говорят да без проблем Все Отправляйся Купили билеты Поэтому Это очень круто Что они так помогают Не знаю Лучшей организации Я не видел Где я мог там состоять Кто еще у тебя в команде Нерчо Тедрога Потом Французский Протос Сейчас Сложно Это Скорере У меня в команде Французский Протос Помнишь ник какой-нибудь? Сайрон Чейн Да Короче Подсказок Не было каких-то предложений От них Возможно поехать в Польшу Потренироваться Какой-то типа Буткемпа Нет Как бы Кому я там сдался По факту Я же не Игрок Сейчас такого уровня То есть раньше еще мог Там бывало я кастом Если играл с Лейзером катал когда-то Там с какими-то поляками Нерча мог обыгрывать Сейчас я не особо конкурентоспособен Особенно в ТВЗ своем Там на высоком уровне Все топ-зерги Европы меня обыгрывают Достаточно уверенно И поэтому Ну никто особо не звал Никто не планирует Подобным заниматься Если ездят на буткемпы Европейцы То скорее топ-уровни И уже сразу в Корею То есть Они нацелены туда И им нет смысла В Польше собираться Какой-то компанией И звать игроков Там моего уровня Которые ниже Чем тот же Нерч Или другой там Мой тиммейт Какой-нибудь Птидрога Поэтому Поэтому нет Но ведь это Для тебя Плюсом будет Если ты допустим Поиграешь с тем же Нерча Ты поймешь Как можно Мехом зергов Обыгрывать возможно Может Не знаю Сейчас Это Вопрос сложный Потому что сам по себе Мех ТВЗ сейчас Переживает очень плохие времена Вот до патча Сейчас И корейцы Уже от него Начали отказываться Потому что и корейские зерги Поняли как можно Контрить Европейцы даже не пытаются Я не знаю Там Ютермал единственный Террен Который Может выиграть за мех Там топ зерга Ну уверенно И то Он видит очень много проблем Со сформхостами В принципе как и я И при одной Неудавшейся Одной Какой-то ошибке Небольшой в начале Ты уже Ну просто скорее всего Умираешь Этим мехом То есть не буду я играть с Нерчом Не буду я играть с Нерчом Это не сильно прям повлияет На то как я буду играть ТВЗ Ну и Нерч Все таки Хоть он мой тиммейт Сейчас он теряет форму сильно И все таки не является там прям Топовым зергом Вот Нерча еще можно обыгрывать Кого-то выше я То есть вообще Мои полномочия здесь все Как говорится Как бы Понятно Ты будешь продолжать эту линию свою гнуть Или ты все таки Для того чтобы выигрывать Изменишь своему стилю Ну Буду гнуть Буду гнуть свою линию Насчет меха Мне как бы еще давно Говорят Мех не работает Ты там ГМЛ не выйдешь Вышел там Мех не работает Ты не выйдешь там Не сможешь на ВЦС сыграть где-то Или там что-то Какой-то результат добиться Даже в СНГ и не сможешь ничего выиграть В принципе все равно Я Мехом Вот если брать СНГ сцену Среди всех остальных терранов У меня лучшая ТВП Все терраны не понимают Как забил убивать протасов там Рейла, Скиллоуса, остальных Но я как бы делаю это за мех И вполне комфортно себя ощущаю То есть Хоть и я очень ограничен В плане выбора своих стратегий Именно в самой ветви развития Тем не менее я не ощущаю Что я в чем-то уступаю там Другим терранам Мне просто это нравится Я никогда не выиграю GSL Даже если я тренировался По 50 игр в день В течение следующих 7 лет Никогда не выиграю Какой-то крупный турнир Потому что это действительно Не будет работать Постоянный мех Но просто выигрывать там Какие-то небольшие турниры Пробиваться на крупные турниры Попадать в плей-офф Показывать красивую игру Результат Это вполне реально Используемый стиль Возможно как-то То есть допустим Против протусов Ты играешь мех как раньше А против зерков Переходишь на био Ну я пробовал в ТВП Разве что био играть Когда мне казалось Что мех очень мертвый Но в итоге Я просто Путем тысяч игр ТВП Разбора их Анализа Проб и ошибок Методом Смог найти билды Композиции войск Которыми можно обыгрывать протусов И не ощущать себя Какой-то проблем Ну а Как бы био Желательно играет Но мне просто это не нравится Я не ощущаю Силы Когда я играю за био Мне просто не нравятся Свои войска Я не знаю Они неплохие Но я их вижу У меня 200 лимитов Но мне кажется Что они просто как пыль на ветру Они сейчас рассыпятся То есть просто какой-то психологический барьер Который я Может преодолею Но я не вижу в этом смысла и желания Если я не ставлю цели Как раз выигрывать крупные турниры То есть там ездить куда-то Я не заряжен прям таким Пока что Может в дальнейшем что-то изменится Но пока как бы просто играю Чтобы играть И пока мне нравится это Слухи по новому патчу анализировал? Как будет Мех себя там чувствовать? Да Я думаю, что ТВЗ станет Мех актуальным Его можно будет намного проще играть Некоторые проблемы стартовых 5-7 минут исчезнут А в ТВП Мех откровенно умрет Потому что циклоны их Ну их просто унизили раздели И извратились над ними Сделали все что как бы Все что там дурная фантазия возобнила Потому что сейчас циклон это юнит Который как раз позволяет выйти в Мех То есть в основном опендинге через циклонов Или как юнита в мидгейме Он помогает тебе выйти А сейчас будут проблемы опять с Блинк сталкерами Будут проблемы с выходом на третью базу Будут проблемы даже с просто какими-то пушами С этими циклонами Отменным баз Потеряется мобильность Да короче Мы потеряем очень много чего И Мех ТВП Будет Если я буду играть То это будет очень сложно Прям вот как никогда раньше Мне кажется Ну Мы тебе пожелаем укрепиться Больше потренироваться Какие-то последние слова от тебя фанатам Какие-то может быть слова об этом турнире Да ребят Да просто Не знаю любите Старкрафт Я думаю что следующий год для СНГ сцены Будет самым Хорошим наверное Потому что Больше всего призовых будет Больше всего участников Больше всего турниров Это то что мой там какой-то прогноз И даже если меня там не будет То ничего страшного Есть другие там очень крутые талантливые игроки Я там не был когда-то каким-то супер Просто умел креативить Удивлять Так что просто смотрите Старкрафт Поддерживайте игроков словом И наслаждайтесь игрой И все Спасибо 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 Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо